Хочу порекомендовать канал Потерянные Души. Автор делает страшные истории и на создание одного ролика тратит много времени. Подписывайтесь, ссылка в описании. Будучи ребенком, больше всего на свете я любил сидеть на крыше. Благо, жил я на девятом этаже, и мне приходилось всего лишь залезать по старой заросшей паутиной лестнице, и я оказывался в своем любимом мире. Днем я играл там и грелся на солнышке. Ночью я просто сидел и смотрел на огни города, вне себя от восторга глядя на море огоньков города. Каждый раз, когда я поднимался на свою заветную крышу, все нутро сжималось от неописуемого восторга. Это место было моим, моим собственным гнездом и моей крепостью. Родители об этом, конечно же, не знали. Днем они работали, а ночью я прокрадывался, когда они спали. Участок был совершенно безопасным. На крыше были какие-то железные листы чуть ли не выше моего роста, и упасть я не мог, даже если бы я захотел. А еще участок крыши, принадлежащий нашему подъезду, был огражден бетонными постройками непонятного назначения, на которые я, правда, любил забираться, чтобы насладиться видом. Однажды мне в голову пришла мысль. А что, если перейти на другой участок, спуститься вниз в другой подъезд и вернуться домой через свой? Эта мысль прибаивала мне еще больше удовольствия. Я же смогу перемещаться по дому, как захочу. Без труда, перебравшись на другой участок, я подергал дверь в подъезд. Заперто. Перебрался еще через одно ограждение. Дверь также оказалась заперта. Но я не терял оптимизма и добрался до четвертого участка, чтобы попытать удачу. Тут все было немного странно. Железные листы, покрывавшие пол, точнее крышу, были ржавые, стертые и помятые. А в углу лежала куча строительного мусора. Я пригляделся к ней и сначала не понял, что же было не так. Это было нечто наподобие сверкой железных листов и кусков бетона. Причем свернуто все было неаккуратно. Куски металла были оборваны, смяты и повсюду были острые концы. Как будто кто-то рвал куски металла с тем же успехом, как я мог бы рвать фольгу от шоколадки. А внутри этой странной конструкции лежало нечто наподобие огромного серого мешка, набитого ватой. Я тогда не придал этому большого значения. Но мало какой мусор взрослые выкидывают. Только, пожал плечами, потергал дверь, которая, конечно же, оказалась запертой. Упорности мне было не занимать. Я было полез на следующий участок попытать удачу там. Но, оказавшись на вершине ограждения, почти сразу передумал. Весь этот участок был завален подобными свертками. Я насчитал шесть штук. Пол, лишённый железных листов начисто, сверкал на солнце от покрывающей его слизи. А дверь в подъезд была затянута не то растениями, не то зеленоватой паутиной. В нос мне ударил запогнели и кислятины. Выяснять, открытый ли дверь я не стал. И поэтому просто вернулся на свой участок крыши, а потом домой. Меня долго мучили догадки по поводу того, что же это было такое. Но потом я всё же решил для себя, что мало из-за мусора там такой запах, а из-за того, что кто-то когда-то снял железные листы, образовались лужи, а из лужи полезли сорные растения. Этого объяснения мне оказалось достаточно. Я даже посмеялся над своим страхом, на следующий день разлёгшись на своей любимой крыше. Был соблазн лазить и посмотреть на кучу мусора ещё раз. Но было жарко и душно, поэтому мне стало просто лень. Ночью, как обычно на цыпочках, я проверил, похрапливаю ли мама с папой, и, убедившись своей незаметностью, тихо вылез наверх. Разглядывая прибытие очередного поезда на станцию за рекой, я услышал знакомый звук. Опять какие-то соседи начали что-то пилить, сверлить на ночь глядя. Слышал я это довольно часто, и мне было невдомёк, что нормальные люди по ночам не пилят и не сверлят. Но сейчас этот звук заставил меня задуматься. Прислушиваясь, я понял, звук не из дома, его источник находится на крыше, и примерно там, где находилась обнаруженная мной свалка. В голову мне полезло много догадок, одна из которых вытесняла остальные. Это преступники, которые варят там наркотики или делают оружие. Здравый смысл почти приказывал мне быстро и тихо идти домой. Но я не был бы 12-летним мальчишкой, если бы не полез посмотреть. Осторожности мне было не занимать. Я часто пугал маму, бесшумно подкрадывая сзади, и всегда считал, что из меня получится заправский шпион или ниндзя. Как по маслу я прошёл через два участка. Не скрипнула ни одна железяка, не упал ни один камешек. Поначалу источник звука становился кромче, но потом, издав нечто вроде металлического «взззз», затих. Вместе с ним затих и я, прислушиваясь и еле дыша. Если не считая сверчков, которые надрывались на земле, была совершенная тишина. Я решил, одним глазком посмотрю на следующий участок и пойду домой. Потянулся, залез на бетонный блок и увидел это. Из кучи мусора в углу медленно и тихо вылезало существо. На пределе слышимости был неприятный звук. Должно быть, именно с таким звуком змея сбрасывает старую кожу. Без помощи каких-либо конечностей, существо буквально выпало из своего кокона, а потом медленно встало и выпрямилось. Оно было совершенно чёрным. В тусклом свете поблизкивало покрытая слизью кожа. В нос ударил знакомый запах гнилей кислятины. С большой натяжкой оно могло походить на человека. Две руки, две ноги и голова, но на этом сходство заканчивалось. Неестественно искривлённый позвоночник, слишком длинные руки свисали почти до пола и оканчивались длинными пальцами, которые, казалось, постоянно подрагивали. Ноги же, наоборот, были короткие и совершенно нелепые. Только потом я понял, что коленки этой твари, похоже, сгибались назад. А голова была посажена отвратительно низко, затылок был едва выше узких плеч. Оно стояло так несколько томительных мгновений, а потом медленно пошло к краю крыши и перелезло через ограждение. Судя по исчезнувшим ногам, оно не прыгнуло, а неизвестным образом полезло вниз прямо по отвесной стене дома. Я ещё долго сидел, ужавшись в угол, но всё-таки с усилием собрал волю в кулак и со всех сил ринулся к своей двери в подъезд. С тех пор я никогда больше не сидел на крыше. Потом через год уехал в Москву и старался убедить себя в том, что это был сон. С тех пор прошло много лет. Недавно я вернулся в родной город, чтобы уладить кое-какие дела с квартирой. Водя в подъезд я поднялся на девятый этаж и, минуя свою квартиру, поднялся по лестнице на крышу. Я открыл знакомую дверь. Место очень сильно изменилось. Дверь порвала кучу паутины. Железные листы были изорваны и помяты. На полу была разлита масляная жидкость. А ещё повсюду были разбросаны коконы из скомканного металла. Один, два, пять, десять. Я поскорее закрыл дверь, чтобы не пропахнуть запахом гнилой кислятины, и со всех сил дернул старую дверную ручку, оторвав её с корнем. Больше туда никто не войдёт и никто не выйдет. Редактор субтитров А.Семкин